Ежедневно сотни тысяч людей программируют на языке Python. Однако программирование — это не лишь написание самого кода. На самом деле мы больше читаем код, нежели его пишем. Мы читаем код наших коллег, мы читаем наш собственный код, когда пытаемся найти багу, мы читаем код однокурсников, когда списываем, и мы часто заходим на GitHub, чтобы прочитать, как устроена та или иная библиотека, которая, на наш взгляд, делает что-нибудь прикольное. Поэтому очень важно, чтобы внутри нашего сообщества людей, которые разрабатывают на языке Python, код выглядел стилистически одинаково, лишь с одной и той целью, чтобы его было проще читать. Основная проблема заключается в том, что если с синдексисом все более-менее понятно, ты допускаешь синтаксическую ошибку, твоя программа не компилируется, ты исправляешь синтаксическую ошибку. То со стилистикой все понятно куда более плохо, потому что то, что одному кажется красивым и понятным, второму может показаться абсолютно неудобным. Однако в языке Python существует документ, который содержит все стилистические рекомендации по написанию кода на языке Python. Он называется PEP8, PEP сокращенно от Python Enhancement Proposal, или, если переводить дословно, предложение по улучшению языка Python. Документ PEP8 содержит в себе достаточно большое количество информации, от рекомендуемого размера отступа, и когда мы можем использовать пробелы вокруг равно, когда можем не использовать, вплоть до того, как нам лучше именовать константы, классы и функции. Все это нужно лишь для того, чтобы нам было всем удобно одинаково читать программы на языке Python. Я рекомендую вам ознакомиться с данным документом и применять эти стилистические рекомендации, когда вы сами пишете свой код. Продолжение следует... Продолжение следует...